ПОГРУЖЕНИЕ В БЫТИЕ Мы прослушали музыкальный фрагмент. Звуки здесь не столь важны. Главное – пространство. Действительно, суть не в том, что проявлено, а в том, что осталось не проявлено. В этом суть подобного рода музыки, если её так можно назвать. Таким же образом воздействует древняя китайская и японская живопись. Картина, где в одном углу небольшая ведут дерево, гора внизу, пролетающая птичка, а 80% изображения отсутствует. Пустое пространство. Такая форма искусства, возможно, наиболее духовная, поскольку указывает не на себя, а на то, что за ней. Она не призывает «смотрите на меня, какая я великая». Она говорит «смотрите туда». В результате созерцания подобного искусства рождается внутренняя тишина. Проступает настоящее. Здесь не о чем думать. Другими словами, возникает пространство сознания, поскольку сознание первично по отношению ко всему, становящемуся проявленному в виде формы. Сознание – почва всей жизни, ее сущность, непроявленная единая жизнь, до того, как она разделится сначала на две, а затем на миллионы и миллионы форм. Итак, художественная форма, которая визуально пустота. И когда вы смотрите на картину, возникает пространство сознания. Сознание не содержит мыслей. Сознание – первичные мысли. То же самое, когда вы слушаете особого рода музыку. Сознание проявляет себя как основа. Звуки – не суть главная. Мы осознаем то, что за ними. Измерение глубины. Это глубина в вас. Когда вы вводите внимание от форм, вы продолжаете их осознавать, но вы забираете в них свое внимание. И то, что остается, является чистым вниманием. Оно неуловимо. Просто – ничего сложного. Но оно неуловимо. В некотором роде мы собрались здесь для того же самого. Наша цель – находиться не в словах и не в тех впечатлениях, что вы здесь получите. Они прекрасны сами по себе. Но вы здесь не за этим. Они лишь добавят еще кое-что к содержанию вашего «я». Мы здесь, чтобы почувствовать настоящее или пространство сознания. Оно возникает, оно передает себя. Я не хочу прибегать к эзотерике, но странным образом, когда один человек входит в особое состояние сознания, то его поле передается другим, пробуждая и в них пространство осознанности. Устанавливается энергетический процесс, который можно было бы определить, как глубинное бытие осознает само себя. Многие люди приходят сюда не за тем, чтобы послушать мои слова или чтобы посмотреть на меня. И то, и другое было бы нецелесообразным. Они приходят, чтобы побыть самими собой. Своего рода рефлекторное отреагирование на самоосознание. Они переживают радость и жизненность. Впервые они спускаются с ментального уровня и даже с уровня изменчивых эмоций в подлинную глубину, в которой суть внутреннее пространство, чистое сознание, до того, как станет чем-нибудь. Вы оказываетесь в состоянии создателя универсума. Опять я становлюсь эзотериком. В состоянии, предшествовавшем большому взрыву, как ученые его называют в теории. Никто не может сказать, что было до большого взрыва. Ничего. Весь универсум должен был произойти из ничего, так как если бы что-то уже было, то большой взрыв не был бы началом бытия. Но ученые говорят, все началось с большого взрыва. Проявленное существование неожиданно обрело бытие из... Никто не знает из чего. Из ничего. Даже великие ученые не могут представить себе из чего. Остается великой тайной, как все, и все галактики в том числе, в какой-то момент произошли из ничто. Ничто должно быть основанием всего бытия, всего существования. Бытие само в себе. Состояние до возникновения универсума. Кажется, это было очень давно. Но это изначальное состояние по-прежнему внутри каждого из вас. Это ваша сущность. Затем оно обретает форму и начинается думание. Большой взрыв внутри вас. Единое непроявленное неожиданно обретает форму. Возникают мысли. Вы видите, что эта вневременная сущность никогда в действительности не терялась. Она продолжает быть нетронутой, но проявляющей себя. Универсум в вас. Да, мистическое учение. Источник всей жизни. Некоторые называют его Бог, источник, из которого возникает вся жизнь. Этот источник здесь, сейчас, в вас. Он есть непроявленное сознание. Вы также временно проявленная форма. Идентификация с формой временно. Идентификация с формой – это сфера страдания. Быть потерянным в формах и не знать себя за границами форм. У идентификации с формой есть два аспекта. Первый – физическое тело. Краткоживущее, зависящее от непредвиденных обстоятельств. В любой момент может произойти все, что угодно. Поскользнулся на банановой кожуре, сломал шею и конец. Очень ненадежная идентификация. Другой аспект идентификации с формой. Психологические формы «Я». Чувство, кто я есть, мое прошлое, моя история, мой опыт, накопленный в уме ментальный образ, кто я есть, поддерживаемый окружающими, говорящими «Да, это ты, вот твое имя, вот твое прошлое, это твоя бывшая жена или твой бывший муж, да, ты прав, что сердишься на нее». Психологическая идентификация. И так психологическая форма «Я» и физическая форма «Я». Из них проистекает чувство, кто я есть, из этих двух аспектов идентификации. Внешние формы невероятно красивы. Они, как правило, не осознают своей красоты. В начале ваше чувство «Я» рождается из вашего внешнего вида и какое-то время эта идентификация работает. Вы хорошо выглядите, вы более сильны, чем другие и тому подобное. Постепенно образуется смесь. Внешнее переходит во внутренний образ. Попутно много чего еще примешивается. Затем вы стареете. Тело теряя свою жизненность, образ «Я» становится все более и более шатким. Психологические формы «Я» тоже очень неустойчивы, очень неуверены, так сказать, в отношении самих себя. Все так непредсказуемо. Идентификация, основанная на психологическом образе «Я», в значительной мере зависит от того, что говорят о нас другие. Какое-то время мир может считать, что «Я» великий. Неожиданно мнение может поменяться на противоположное, как в притче о дзен-мастере, которого обвинили в отцовстве чужого ребёнка. С вами может произойти похожее. Перестанут говорить, что вы персона. А может быть так никто и не скажет, что вы великий. С самого детства может поселиться идея, что «Я» не такой, недостаточно хорош. Образ «Я», построенный на неадекватном восприятии, нормальное явление. Но что бы то ни было, если вы знаете себя только как форму, это область страдания. Если его нет сейчас, оно придёт, вы с ним столкнётесь. Простая истина Бунды, сказавшего, что обычное состояние человека – страдание. Состояние просветлённости человек идентифицирует себя с формой. Будда говорил, что бы вы ни делали, с каким вы состоянием себя не отождествляли, в конечном всё оборачивает состраданием. Один академик прочитал это и заключил «Буддизм – пессимистическая философия, отрицающая мир». Он, конечно, упустил суть, поскольку суть буддизма, как и всякого подлинного учения об истине, указывать за поверхность явлений. Итак, если вы знаете себя только как форму, вы обречены на борьбу и страдание. Фрустрация формы стремятся достичь полноты, но у них никогда до конца не получается. Спасение, просветление, освобождение – всё это знание, кто вы есть за пределами идентификации с формой. Многие пытаются умом найти это. Но ум сам есть форма. Всё, что он познаёт – само тоже форма. Мысли. Когда вы смотрите на жизнь, вы умом ищите себя. Вы используете мысль, чтобы обнаружить то, что она никогда до конца не воспримет, не схватит, не удержит. И поскольку ум оперирует с прошлым или будущим, вы обречены на постоянные поиски. морковка, подвешенная впереди. Её можно схватить только в настоящем. Непосредством мысли вы находите себя, что подразумевает не в будущем, только здесь и сейчас. Вход в вашу сущность в безвременном настоящем, в котором ум останавливается. Что происходит, когда ум останавливается? С точки зрения ума не происходит ничего. Он даже может испытать неуютность. Ничего нет, я хочу обратно. Попробуйте остаться с этим ничем, не возвращаясь обратно в ум. Помните, мы говорили недавно, быть с незнаю в состоянии сознания, в котором только пробужденное настоящее. В нем ничего нет, никакого содержания в виде формы, никаких мыслей форм, простое пространство. Пребывать в этом поначалу очень странно, возникает сопротивление. Представьте человека, который провел пять часов на шумной дискотеке где-нибудь в сельской местности. Вокруг невероятная тишина и покой. Неожиданно открывается дверь, и этот человек выходит наружу. Дверь захлопывается. Поначалу как-то странно после многочасовой шумовой атаки. Здесь ничего нет. Слух еще не настроился на тишину. Все, что такой человек воспринимает, это странный мир вокруг. Ему хочется обратно, на диск. Конечно, под дискотекой здесь подразумевается человеческий ум с его постоянной активностью. Вы привыкаете к ментальному шуму. Когда вы выходите наружу, появляется неуверенность. Если вы знаете об этом, все нормально. Вы продолжаете пребывать в сфере, выглядящей как ничто, позволяя себе быть немного обескураженным. Просто пребывайте там. Вы всегда сможете вернуться на диск. Ментальный шум обладает магнетическим притяжением. Он засасывает вас обратно. Но вы снова выкарабкиваетесь наружу, и если вы остаетесь там достаточно долго, появляется неуловимое чувство бытия, как если бы вы ушли с диска и не поддались желанию вернуться. Просто оставайтесь здесь. Постепенно уши настроятся на тишину, вы начнете различать неуловимые звуки, рождающиеся в тишине. Вы начнете их замечать. Безмолвие. Нечто, о чем нельзя думать. в момент, когда вы думаете о безмолвии, оно исчезает. Будьте за пределами мысли. Освободитесь. Есть два состояния до мысли и после мысли. Человеку надлежит быть после мысли, по твою сторону. Животные и вся природа тоже живут без мыслей, поэтому у них нет проблем. Прекрасное проявление единого сознания, беспроблемное выражение себя, но они в состоянии домысли. Человечество движется за мысль. Не следует скатываться назад до уровня растения. хотя некоторые рассматривают подобное как развитие, как достижение. Человек может быть настолько несчастен, что оказаться на уровне животного или растения им переживается переживается, как возврат к норме. Глядя на некоторых людей и сравнивая их с природой, насколько здоровее, насколько красивее природа, насколько она пребывает сама в себе, не пытаясь достичь то или другое. реальное состояние подключенности к единому. Никакого стремления никуда выскочить, покинуть состояние единости. Природа невероятно целостна. Все в природе само таково, как есть. Среди людей немногие умеют быть самими собой. У них есть образ себя, психологическая идентификация, проецируемая вовне, стремление быть кем-то. Один психолог сказал «Актуализация образа себя». Здесь источник проблем. Если вы понаблюдаете за кошкой, в ее движениях нет проекции образа себя, у нее нет проблем с самоидентификацией, она сама в себе. У нее нет проблем, если она не живет слишком долго рядом с человеком, перенимая некоторые безумия человеческого состояния. Приятно наблюдать за природой. Она есть выражение единого сознания. Она пребывает в тишине. Каждое дерево, каждое животное – воплощенная связь с благополучием. Понаблюдайте за собакой или кошкой. Глубокое чувство связи с бытием. Ананда, радость бытия. Каждый знает, сколько радости заключено в собаке. Как мало людей столь же радостных, как она. Чудесным образом даже собаки, годами живущие с невротическим хозяином, остаются полны радости. Хозяин улыбается раз в год, его чувство радости столь непродолжительное. Единственное, откуда он черпает радость, так сказать, радость из старых рук – это посмотреть на собаку. Связь с бытием – беспроблемность. У животных прежде мысли – это подключенность, затем человеческое существование. Возникает мысль, возникают проблемы. Рай утрачен. Вы проходите эту стадию. Это может занять много времени. Уже заняло много времени. Человеческая история. Эта стадия очень болезненна, порождает много страдания и не может быть приостановлена. Это знак, что вин готов мутировать на новый уровень. Однако это не автоматический переход, как то происходит в природе. транс Транс трансформация вида занимает миллионы лет. В случае с человеком все происходит намного быстрее, поскольку вид выбрал это. Человек обладает возможностью выбирать новое состояние сознания. Да, оно возникает, вы можете выбрать его. Точно так же, как если оно не возникает, Вы не можете выбрать его. И это полезная перспектива. Да, мы можем выбрать выйти за границы мысли, трансцендировать ее. Конечно, мы можем по-прежнему пользоваться мыслями, но мы больше не связаны ими. Мы не идем назад в этот прекрасный мир природы без проблем. Не таков путь для человечества. Мы идем за. Когда мы опять встретимся с природой, существование утратит свою проблематичность. Это не просто возврат в единость. Это возврат в утраченное состояние, о котором вы теперь знаете. В природе все вживлено туда бессознательно. А вы теперь знаете вашу сущность. Но непосредством стремящийся себя увековечить мысли. А выйдя за ее пределы. Вы снаружи дискотеки. В тишине. Пребывайте там, даже если поначалу немного странно. Не думайте о завтра. Так в ранних переводах звучали слова Иисуса. Не думайте о завтра. В старом английском думать означало беспокоиться, волноваться. В современном переводе вы бы прочитали «не тревожьтесь о завтрашнем дне». В старом английском думать был эквивалентом тревожиться. «Не думайте» означало «не тревожьтесь в страхе». Итак, дискотека в голове. Самый быстрый способ покинуть ее – это позволить возникнуть пространство сознания, состоянию пробужденного внимания. Эта пробужденность затрагивает все ваше бытие. Она не феномен от ума. Когда она появляется, хотите вы того или нет, вы чувствуете внутреннее тело, пребывающее за уровнем вашей физической проявленности. Все снова становится единым благодаря сознанию. Единому сознанию. Физическое тело есть временное его выражение. В сущности, чистый разум, чистое сознание проявляет себя как форма. Чувствовать внутреннее тело – прекрасный способ выйти из дискотеки и стать единым. Ум возвращается в свой источник, откуда он вышел. Единое сознание. Ум вышел из проявленного в непроявленное, в свой источник. Но это не то место, где следует оставаться. Вы ушли, узнали и снова вступаете во взаимодействие с проявленным, но совсем другим образом, так как вы знаете, что существует нечто за проявленным. Проявленный мир изменится коренным образом, после того, как вы прикоснетесь внутри себя к непроявленной сущности бытия. Жизненно важно коснуться ее. Узнать себя в качестве ее. Вы возвращаетесь туда, когда ум останавливается. В ход есть внутреннее тело, которое вы чувствуете, сидя здесь. Если вы еще не чувствуете его, начните с правой руки. Ощутите в ней жизненность. Некоторым помогает закрыть глаза. Их перестает отвлекать визуальное восприятие. Они могут перенести в руку все свое внимание. Расслабьтесь и просто ощутите, что есть. На секунду, не более. Породолжайте узнавать. Вы воспринимаете правую руку изнутри. Продолжайте изучать. Удерживайте свое внимание там абсолютно безусильно. Это и есть продолжать узнавать ее. Даже если вам удалось войти в тело только в пределах руки, уже одно это устранит много ментального шума. Даже вхождение в одну часть тела и удерживание внимания там снижает количество ментального шума. Если у вас получается с закрытыми глазами, вы можете делать то же самое с открытыми. В конце концов, очень легко пребывать во внутреннем теле и взаимодействовать с миром. Вы воспринимаете все очень интенсивно. Ваша правая рука, левая, обе руки вместе, как постоянный фон. Вы по-прежнему воспринимаете окружающее, слушаете и вы чувствуете так же и руки. Так вы входите в тело. Теперь почувствуйте ноги. В них тоже заключена жизненность. Продолжайте их воспринимать и слушать мой голос ясно, но при этом часть вашего внимания в теле. Продолжайте быть восприятием. Вы можете заметить удивительную вещь, возникая способность воспринимать, не называя, не означивая словами, не интерпретируя, что вы видите. Теперь вы все воспринимаете не через свою обусловленность. Свежо. Прошлое не вмешивается, не искажает восприятие, не навешивает ярлыков. Свежесть восприятия. Что действительно имеет значение, так это то, что подлинная разумность вступает в действие, не затуманенное обусловленным умом. С точки зрения обусловленного ума, вы больше ничего не знаете. Вы продолжаете воспринимать внутреннее тело, и в то же время, если вы так хотите, вы можете слушать и смотреть. И это возможно разом. Ваше сознание флуктуирует. Большая часть внимания наружу, а оставшаяся часть в теле. Либо большая часть внимания на внутреннем теле, а незначительная часть вовне, в зависимости от обстоятельств. Возможно, вы захотите просто посидеть, не требуя, чтобы внимание взаимодействовало с внешним миром. Просто посидеть и побыть. Поотдыхать в своем энергетическом поле. Вчера мы назвали его тело радости. Хорошее слово. Неуловимая жизненность заключена во внутреннем теле. Она воспринимается как радость. Простая радость жизненности каждой клеточки тела. Но она замутняется, когда вы схвачены непрекращающимся ментальным шумом. Собака тоже переживает радость жизненности, но она не знает об этом. Она ее просто имеет. Кошка имеет тоже, не зная о том. Она мурлычет, включая свой моторчик. Один ветеринар рассказал мне интересный факт. Вы знаете, что кошка урчит не только от счастья. Иногда она урчит, когда боится. Я этого не знал. Мои кошки обычно счастливы. Но когда их несут к ветеринару, некоторые кошки боятся и начинают урчать. Неожиданно я осознал, что когда форма испугана, кошка-форма, она отступает в не имеющие формы внутри себя. В тот момент, когда вы в не имеющем формы, радость присутствует, несмотря на то, что вы в испуге. Невероятная мудрость природы. Врожденная мудрость. Это так прекрасно. Поэтому природа не боится смерти. Она все время во внутренней связи со своей бессмертной сущностью. Сущностью бытия. Когда животное пугается, оно опрокидывается туда. Мы утратили этот навык. Человек в таких случаях погружается в свои мысли, бежит наружу от своего внутреннего измерения. Он теряет себя вовне. И теперь вы возвращаетесь в состояние, которое, казалось, было утрачено, но на деле оно никуда не исчезало. Вы утратили свое знание, что вы внутренне связаны. Это выглядит, как будто вы действительно потеряли. Что толку иметь 2 миллиона долларов в швейцарском банке, если вы не знаете, что они у вас есть? Не очень удачная аналогия, потому что состояние внутреннего бытия бесконечно, и оно много ценнее. Миллион долларов – ничто в сравнении с ним. Конечно, оно никогда не терялось. Только казалось, что оно утрачено. Вы не можете потерять самих себя. Вы могли слышать, что некоторые учителя говорят «все уже просветленные». Они просто не знают об этом. Некоторые скажут, что в этом нет смысла. Ладно, скажем, вы утром проснулись. Нормальное состояние бодрствования. Все, что вы знаете о нем – это форма вокруг вас. Вы идентифицируетесь с формами. Мысли, эмоции, ощущения от органов чувств. Но вы не знаете самого состояния бодрствования непосредственно, прямо. Так и здесь. В этом смысле вы уже пробужденные, только замутненные. Вы сидите здесь, вы чувствуете внутреннее тело, вы пребываете в нем. В нем жизненность. Когда вы выйдете отсюда, даже если какое-то короткое время вы не будете означивать словами, что вы будете чувствовать или переживать, это уже будет грандиозной трансформацией сознания. Просто будьте с тем, что есть. Будьте в этом состоянии ясности. В этом состоянии глубокого знания, которое выглядит, будто вы больше не знаете ничего. И вы начинаете урчать, как кошка. Правда, беззвучно. Возвращается связь с бытием. И это радость. Это не то же самое, что счастье. Вы будете продолжать переживать различные флуктации в вашей повседневной жизни. Вверх и вниз. Такова природа феноменального существования. Вы будете переживать относительные счастья и относительные несчастья. Но они больше не будут глубоко задевать вас. Что-то происходит не так, и вы переживаете по этому поводу. Затем происходит что-то другое, и вы говорите «прекрасно». Теперь вы не чувствуете себя опустошенными, когда приходит несчастье. Я бы сравнил это с темной комнатой. В ней свеча. Когда свеча зажжена, и когда она гаснет, это две большие разницы. Различие сильно потому, что в комнате нет солнечного света. Вы зависите от света свечи, чтобы чувствовать себя хорошо. Затем открываются ставни. Комнату заполняет солнечный свет. Вы по-прежнему чувствуете, как хорошо иметь рядом зажженную свечу. Наступает время, когда свеча гаснет. Но разница теперь не столь существенна. Комната заполнена солнечным светом. Таковы счастья и несчастья в состоянии подключенности к бытию. А когда ставни закрыты, когда нет подключенности к бытию. Счастье и несчастье. О мой Бог, я опять в темной комнате. Приглушенный женский плач в зале. Позвольте слезам быть. Мы пребываем в теле. Мы здесь, в зале. Забавно смотреть на другие человеческие существа и не иметь потребности никого интерпретировать. Наши взаимоотношения выходят на сакральный уровень. Мы позволяем пространству формировать наши отношения. Все отношения сакральны. Никаких ярлыков и этикеток. Ни для кого. Потому что любой ярлык, который мы можем сформировать, отсылает нас к идентификации с формой, к внешним ее проявлениям или к психологическим образованиям обусловленного «я». К тому же мой ярлык, мое предвзятое мнение о вас, может быть выражением моей собственной идентификации с формами, проявлением моей собственной обусловленности, сквозь которую я воспринимаю вас. Я путаю вас с вашей обусловленностью и смотрю на вас через свою обусловленность. Представляете, как искажаются отношения? Моя этикетка для вас выражает мою собственную обусловленность. То, что я вижу в вас, возможно, частично и правда. Оно может быть не на сто процентов искажено моей собственной ограниченностью. Но в любом случае, оно отсылает к обусловленности формой, за которую вы принимаете сами себя и за которую я принимаю вас. И тогда я имею дело не с сущностью, кто вы есть. Каждый раз, когда вы выносите ограниченное суждение в отношении кого-нибудь, вы сами попадаете в клетку ограниченности. Вы не только другого сажаете в нее. Вы сажаете самих себя. И затем уже начинаются взаимоотношения. Они будут проблематичными. Будет много конфликтов, потому что основа отношений – иллюзия. Это не значит, что не надо смотреть на другого. Но смотрите в его глубину. Умейте видеть безоценочно, без ментальных комментариев. Недавно мы говорили о природе. Вы смотрите на дерево или на цветок. Вы знаете их, но не через их лейбл. Таким же образом вы можете смотреть на некоторые стороны идентификации человека с формой и не навешивать на них ярлыков. Таким образом вы не будете укреплять их. Не будете придавать силу его персональной иллюзии. И вы не будете укреплять свою собственную иллюзию. Формирование ярлыков усиливает иллюзию «я». Безоценочное восприятие просто смотрит. Это не реакция. Это наблюдение за идентификацией с формой. Часто в таком общении другой пробуждается тоже. Это выражается в том, что ему становится хорошо в вашем присутствии. Но он не понимает почему. Потому что вы не укрепляете иллюзию образа его «я». Впервые он чувствует себя самим собой. Итак, вы пребываете в теле. Вы внимательны, пробуждены, вы присутствуете. В этом состоянии открытости бытию мы послушаем пятиминутную запись. Кажется, она длится дольше. Но это пять минут. Мы будем слушать всем своим телом. Каждая клеточка тела слушает. Слушает главным образом не столько звуки, сколько безмолвие заднего плана. Каждая клеточка тела вы слушаете пространство за звуками. Звук лишь указатель. Каждый звук кончается. Обращайте на это внимание. Потребуется некоторая пробужденность. Звук кончается и ведет вас дальше, в пространство сознания. Звук умирает, все время что-то умирает и ведет вас туда. Каждая форма, когда умирает, то есть, когда растворяется, как форма, она открывается. В этом – красота смерти, которую он так боится. Смерть формы – это не катастрофа. Это открывание того, что находится за формой. Можно сказать, что Бога легче всего найти в момент смерти. Но он говорит, Бог позволяет смерть. И это ужасно. Итак, слушайте всем своим телом и обращайте особое внимание, где звук кончается. Хотя он и продолжает быть там, на заднем плане тишины. На это обращайте внимание. Скоро наступит тишина, когда мы выключим аппаратуру. Все, что от вас требуется, обращайте внимание на это ничто, на эту тишину, которая пребывает внутри и снаружи вас. Чистое, пробужденное настоящее, в котором ничего не происходит, пока что-нибудь не произойдет. И это хорошо. Но хорошо также знать и о не иллюзорной, не вводящей в заблуждение чистой форме, в которой ничего не возникает. Даже нет необходимости, чтобы там что-то возникало. Что-нибудь да возникнет в любом случае. И так мы выключаем аппаратуру. Нет, еще кое-что. Иногда в тишине я звоню в колокольчик два-три раза. Он может быть сам по себе или стать как бы фоном для пения птиц. Звук рождается и начинает затихать. Следуйте вниманием за исчезающим звуком, пока он не растворится в ничто. То последнее, что остается в восприятии, когда звук наконец исчезает, остается внимание, в котором звуки возникают. Остается сознание, в котором звуки рождаются. И это сознание осознает само себя как сознание. Вот ключ. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра!